И о спорте. Три золотые, по семь серебряных и бронзовых. С таким багажом медалей на родину из Красноярска возвращается сборная Дагестана по вольной борьбе. Итоги. С заключительного дня гран-при Ярыгин подвел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Развязка в самом ожидаемом финале дня наступила во второй половине встречи. Более опытный Магмед Расул Газимагамедов переиграл земляка из Хасавюрта Розамбека Жамалова. Так, махачкалинец, два раза покорявший пьедестал чемпионата мира, за полгода до Олимпиады утвердился в новом для себя весе до 74 килограммов. Однако вопрос, поедет ли он через две недели на чемпионат Европы, остается для борца открытым. Настраивался, как мог. Потому что отсюда и рассматривали на Олимпийские игры. Поэтому пришлось в помощь выводить. Ну, как в этом году такого состава, по-моему, никогда не было, 74. Здесь кто-то чемпионы мира боролись. Сабовов, Буран Алиёв. Также в финале боролся Розамбек Жамалова. Молодой парень, перспективный. С каждым днем набирает. Очень хороший, трудолюбивый. О нем можно говорить только хороший. У нас задача была тут на этих соревнованиях заявить о себе. Да, вот, ярко. Оказать не на равных схватках даже. Уверенно выигрывать, что он и доказал всем. А Розамбек молодой, очень крепкий, непростой борец. Поэтому с ним тоже я доволен. Он четко поставил на задачу, он выполнил, вышел, доработал в свои моменты, выиграл. Теперь будем дальше готовиться. Начинаем от России, на Европу, если схватку дадут. И всегда говорим. Вот, было бы хорошо. Ну, не знаю, сейчас как сделать. В еще одном олимпийском весе лидер определился в упорной борьбе. Судьбу золота решила предупреждение, полученное Дауреном Куруглеевым в конце равной встречи с борцом из Алании Артуром Найфоновым. По одинаковому сценарию прошли две другие финальные схватки. Динамовцы Алихан Жабраилов и Магомед Хан Магомедов попадались на ошибках на последних секундах. Немного удачнее наши борцы выступили в малых финалах, где сумели выиграть четыре бронзовые медали заключительного дня. Таким образом, в активе команды 17 наград разной пробы. По этому показателю сборная Дагестана опередила всех своих соперников. Однако по количеству золота впервые за многие годы уступила команде Алании. Ну, в принципе, в целом результат удовлетворительный, в целом неплохо боролись. Но есть вопросы определенным спортсменам разных категорий, полностью не проявили, которые должны были, обязаны были выигрывать схватки и сам турнир. Конечно, когда привыкаешь постоянно выигрывать и бьем свои же рекорды, думаешь, что лучше, может быть, мы лучше, лучше, да. И поэтому не добрали, могло бы получше. Как обычно, приедем, будем работать над ошибками, получать результаты и готовиться к чемпионату России. Медалисты Яргинского гран-при сразу после турнира отправились на сбор национальной команды в Подмосковье, где первые номера пройдут в финальный этап подготовки к чемпионату Европы.